Айдос Сарым Айдос Сарым Айдос Сарым Айдос, добрый день Очень рад видеть в нашей студии в Медиа Кафе Если честно, очень давно хотел встретиться, поговорить Все настолько быстро, динамично меняется И вопросов к политологам очень много Но все как-то не получалось А сейчас еще более уплотнилось время Сейчас уже ты вступил в Нур-Атан Поздравляю Уже наверняка включаешься в электоральную борьбу Которая сейчас наступила Двигается все И об этом тоже, конечно же, поговорим И очень много вопросов И по национальным вопросам И по языку И по геополитике По месту Казахстана То есть очень много вопросов Хочу сказать, что сейчас мы программу записываем В декабре Хотя в Ютубе ее можно будет посмотреть И в любое время Я думаю, эта программа будет долго-долго Пользоваться большим спросом Все будут интересовать Твое мнение Особенно мнение после 10 января Будет интересно будет сравнивать Как все-таки получилось И много ли совпало с мнением политологов Вот Но и так, как мы эту программу записываем в декабре Декабрь месяц для нашей страны Для Казахстана Он является знаковым месяцем Сакральным, тяжелым Сакральным и тяжелым И необычным Многое в себя вмещало И 8 декабря подписали Беловежскую пущу Без нас, правда В Беловежской пущу создание СНГ Без нас, правда Но на нас это повлияло очень сильно И в итоге в Алмате распустили И в итоге, да В Алмате получилось так Что Советский Союз прекратил свое существование В декабре День независимости 16 декабря Объявили о своем полной суверенитете Республик Казахстан 16 декабря Также вошло в историю Конечно, этих событий 1986 года 2011 Есть 2011 года То есть в декабре месяц Такое необычное Поэтому времени у нас Я хотел сказать, что много Можно поразмышлять Пофантазировать И начать, наверное, все-таки События 29-летней давности Когда Страна Получила Возможность Стать независимым государством Вот Твое личное, может быть, ощущение Хотя ты, конечно, был молодым человеком Тебе было всего лишь 15-16 лет Тем не менее На митинги все ходили На митинги все ходили И хотелось бы Во-первых, те впечатления Когда Осознал, наконец Наверняка Чай Вот лично для меня Это была самая большая мечта Чтобы Казахстан Стал суверенным и независимым государством Меня даже в университете называли В свое время Сепаратистом За вот эти высказки Когда я открывал конституцию И говорил Казахстан Свободная страна Независимая Конституция 78-го года Так и было задействовано И сейчас Я говорю Ребята, вот так вот Но Кстати Не у многих находила поддержку Конституция 78-го года Тоже примерно Так же принималась в декабре Надо уточнить Сейчас отмотать Надо отмотать Как воспринимал Вот эти события Которые происходили В декабре 91-го года Во-первых Я Несмотря Что уже заканчивали школу В это время Тем не менее Это был такой период Очень такой активный С точки зрения Демократических процессов Общество бурлило Одновременно Ну было Можно назвать Два Такие Два больших тренда Все хотели зарабатывать И все Интересовались политикой Ну и естественно Это была бешеная эйфория Я помню Там Вечером уже начали Разговоры такие идти Нас даже в школе Директор вызвала Говорит Ребята Пусть девочки не ходят Говорит А мальчикам Лучше все-таки С восьми утра Пойти на площадь Будет большое Великое событие Ну у нас тогда же Вот как раз В Алма-Ате Открывались Первые русско-казахские школы Была Ну я учился Двенадцатый Единственный На тот момент Казахской школе А потом уже Когда открылись Такие небольшие Классы и школы Там совместные Даже перешел В другую школу Тем не менее Вот такой интерес был То есть мы где-то там С пол девятого Наверное стояли На площади В первых рядах Это когда вот На вот этот Я так называю Мавзолей Да Тогда был на площади Где сейчас Прогулочная зона И все ждали буквально И вот там вот Это интенсивные события Бешеные Ужас Умарыч По-моему был Вазарбаев был Там объявили Что вот Наконец Верховный совет Принял Декларацию Закон о независимости Потом уже пошли Такие вещи Как По-моему Первые там США Посольство Турции Вернее Государство Турции Государство Которое нас признавали Да Что они уже признали Это была просто Сумасшедшая энергетика Насколько я понимаю Я после этого Столько народу Никогда нигде не видел Это по-моему 1025 тогда было На площади большой И это длилось Около 4 или 5 часов Со всеми признаниями Со всей этой эйфорией И после этого Просто такое даже Ощущение было Вот Когда вот эта Вся огромная масса Расходилась И образовался Такой большой затор И одновременно Пошел такой бешеный снег Вот сумасшедший Просто какой-то Хлопьями снег И вот как бы Площадь отыгрывала 86 год Эмоционально Да То есть все пропускали Полиция была дружественная И так далее Ну и милиция И так далее Ну я говорю Это ощущение Открывалась новая страница Да Ощущение Это будет новая Великая Действительно Было единение Какое-то Все ожидали Что перемены Вот-вот Они уже наступили И вот все Сейчас изменится И обновится Страна Будет Все совсем по-другому Ну да Просто колоссальная энергетика И колоссальные Какое-то вещи Которые моменты Человеческой жизни Которые ни на что Не поменяешь Это точно Очень-очень Очень-очень Точно Сказано А вот По прошествии Вот этих лет Что осталось От той эйфории То ли Вот уже как политолог Уже как зрелый Политик Можно даже сказать Этой доз Были какие-то Зачаяния Свои личные Внутренние Я понимаю Что внутреннее Идеальное Восприятие мира Конечно Резко отличает Все равно Но все-таки Что-то совпало Что-то получилось Или вот Государство Ну так получилось Что я Как бы Сразу после школы И пришел на государственную службу Я заканчивал заочно И поэтому Как бы Этот процесс Скажем Обретение независимости Создание институтов Это вот то Что мы на себе Как бы ощутили И я думаю В этом смысле Я как государственник Абсолютный государственник Это вот то Что неизменно Да Мы можем быть Обижены на что-то Можем быть Какими-то вещами Недовольны Темпами Темпоритмом Очередностью Каких-то процессов Но то Что государство Это то Что должно быть незыблемо На чем Вот все это держится Это осталось Неизменным Оно неубиваемо Да И второе Наверное Такое Большое Да Это вот Сейчас особенно В эпоху Там соцсетей Прочее Там очень Как-то Принято Да Вот Несколько Скажем Считать Что государство Это нечто Такое плохое Там Какая-то Вещь Которая Представлена Против Общества Или против Гражданина Вот с этим Я никогда Не смирюсь Я вот Эти 30 лет Живу Цельно Да У меня В этом Были свои Взлеты Падения Но Эта цельность Она Предполагает Что Вот это Все Там Есть Человек Скажем Вот если Он 30 лет Он же Не может Там Выкинуть От 5 До 7 Лет С 10 До 15 Лет И сказать Что Этого Не было Мы Должны Наверное Вот такую Большую Цельность И такое Восприятие Наверное Для себя Держать И в целом Как бы С тем потоком Истории Тоже не Разрываться И вот Это Наверное Если мы Как бы Сейчас Буквально На той Неделе Была Госкомиссия По реабилитации Жертв Политических Репрессий И там Тоже Об этом Говорилось Мы Должны Для себя Обратно Вот Этот Весь 20 Век Тяжелый Век Во все Его Сложности Воспринимать С одной Стороны Снова С ним Встретиться А вторых Закрыть 20 Век Начать Жить 21 По-моему Карпентера Олега Карпентера Было Такое Выражение Он Описывал Аргентинское Общество Своего Времени Он Сказал Наша История Это Такая Разобранная Штука Когда На одном Пространстве То есть Ни одно Событие Не закрыто Она Может Несмотря На то Что там Прошло И тысячи Лет И 500 Лет И 200 Лет До сих Пор Будоражить И волновать Людей Вопросы Остаются Да То есть Они Условно Горя Да У нас То же Самое Кенесары Еще Что-то Партия Лаш Все Незакрытые Вещи Они В итоге Будоражат И Получается Что На одном Пространстве В одно Время Живут Троглодиты Условные И Жители 21 Века И У нас То же Самое И Нам По-хорошему Нужна Очень Сильная Гуманитарная Наука Очень Сильный Писательский Корпус Очень Сильные Текстовики Которые Просто Будут Историю Брать Осмысливать Ее Рефлексировать И Закрывать Ее Потому Что Безусловно Книга Должна Быть Собрана То есть Это Не Должны Быть Листочки Разбросанные По столу Тогда Наверное Будет Некое Ощущение Что Мы Будем Смотреть Все-таки Вперед А Пока Есть Такое Ощущение Что Мы Идем Вперед Оглядываясь Назад Мне Очень Нравится Твоя Фраза Я Государственный Я Если Честно Когда Готовился К Программе Выписал Ее Я Прямо Взял Ее Как Эпиграф Для Себя Потому Что Мне Эта Позиция Очень Близка Самое Главное То Что Есть Это Независимый Суверенный Казахстан И Это Наверное Общий Мерил Общий Знаменатель Который Для Нас Всех Прогрессивной Части Нашего Общества Очень Основополагающий Постула Если Посмотреть Сам Говоришь О том Что Есть Проблемы С тем Что История Не Собрана Еще Все По Отдельным Листочкам Лежит И Это Не Есть Хорошо А Есть Ли Какие Такие Моменты Которые Угрожают Нашей Независимость Нашему Суверенитету Есть Ли Еще Моменты Когда Вот Наш Незавидим Остов Государства Может быть Чем-то Потревожен Скажу Вот Такая Вещь Говорят Я Сам С этим Согласен То Что Если Будет Беспредельная Беспринципная Коррупция Которая Вызывает Раздражение Чувств Неудовлетворенности В Обществе И Нарушает Чувств Справедливости Это Прямая Угроза Утрата Суверенитета Потери Независимости Еще Какие Есть Угрозы Которые Могли Быть Угрозой Нашему Суверенитету Нашей Независимости Смотрите Я думаю Что Ни одна Страна Мира Не стала Суверенной В тот Момент Когда Она Провозгласила Суверенитет Независимость Можно Взять Индию Там Было Формальное Провозглашение Потом Реальная Независимость И Тем не менее Там Тоже До сих Пор Это Идет Говорят Что Сейчас Когда Индия Наконец Пришла К тому Что Начинает Отрицать Кастовое Общество Поднимать Вопросы Проблем Прав Женщин Сумасшедшая Ситуация И Некоторые Индийские Политологи Философы Говорят Что Реально Индия Становится Другой Сейчас При Нарендре Моди То есть Когда Мы Наконец Отвергаем Разделение На 5 Каст Я думаю Что Скажем Обретение Независимости Ощущение Суверенное Ощущение Независимое Ощущение Это все-таки Наверное Такое Что-то Очень Такое Тонкое Эфемерное Трудно Ощутимое Это Процесс То есть Мы Суверенны До тех пор Пока Мы Суверенны Сами И в своих Мыслях И в своей Зависимости От независимости Общественное Мнение От мейнстрима Еще чего Это первое То есть Нам нужен Очень долго Еще процесс Когда люди С этим Привыкнут Жить Что это Станет Абсолютным Как мы Говорили Абсолютным Мерилом С той Точкой Такой Сборки Которая Все это Будет Собирать Все остальное Как бы Это наши Споры Это раз Второе Ну безусловно Понятно Что мы Обречены Жить С одной Стороны Большой Китай Есть Очень Большая Растущая Россия Которая Тоже Имеет Свои Своё Видение Мира Сейчас Тем более В условиях Пандемии Все Заговорили О деглобализации Что скорее всего Мир пойдет По клубам Каждый клуб Будет Диктовать Свои правила Окружением Да И так далее Это тоже Процесс Который Никуда Не девается Мы видим Насколько Сейчас Да Вот События в Белоруссии Показали Вот Плохие выборы Изоляция Со стороны Запада И Белоруссии Просто сейчас Некуда деваться Кроме Объятия России И То что Сейчас Происходят Какие-то Процессы Мы видим Это в Кыргызстане Очень серьезные Процессы Причем Не только Политические Они Смысловые То есть Люди Думают Вот Когда Сейчас Пашиняна валит Очень сильные Процессы Идут Общество Просто Экзистенциональный Такой большой Шок Испытало И там Тоже Открыто Говорят Некоторые Российские Политики Философы Писатели Говорят У Армении Просто Нет выхода Кроме Как Войти В состав России И только Это будет Гарантировать Дескать Суверенитет Там Карабах Еще что-то В противном Случае Вас там Раздавит Большая Турция С Азербайджаном Еще что-то Так Вот эти все вещи Они безусловно Есть Есть Понятно Что Есть Ну Мы Сделали Очень большую Ошибку Наверное Да Когда Считали Что В 91 Году Россия Там Пошла Сделала Какой-то Выбор Запад Ее Начал Сильно Поддавливать А вот Ощущение Вот этой Пустоты Национальной Что Мы вчера Были Кем-то А сегодня Об нас Ноги Вытирают Вот это Чувство Обиды Чувство Реванша Оно Собственно Герои Это же Не изобретение Кремля Или Там Небольшой Верхошки Которая Навязала Это Общество На самом деле Это требование Общества Да Это требование Общества И любой Более Или менее Нормальный Путин Создал Современную Россию Скорее Современная Россия Создала Путина И Просто Уже Ловушки Ошибки И прочие Прочие Вещи То есть Вот это Ощущение И у нас До сих пор Не будем Скрывать Есть граждане Которые Считают Что Казахстан Должен Рано или Поздно Одуматься И вернуться В состав Империи И еще Что-то И даже Среди Казахов Такие Люди Есть То есть Вот это Часть Это большой Как бы Вопрос Ну и Собственно Говоря Да Есть Всегда Угроза Стать Недогосударством Да Фейлот Стейт Она Может По-разному Происходить Ну условно Горя Да Можно Взять Гаити Небольшой Остров Произошло Страшнейшее Землетрясение И после Это Государство Рассыпалось И никто Не хочет Его собирать И Внутри Даже Боли Нет Да И вот Собственно Горя Вот именно Потеря Вот этой Энергетики Потеря Вот этой Цельности Это Самая Может Большая Угроза И Нам Нужно Вот эту Еще Культуру Еще Довыработать Да Что Когда Мы Говорим Что Вот У нас Есть Конституция Есть Законы Есть Институты Все Остальное Это Вопрос Торга Вопрос Политехнологии Вопрос Споров Дискуссий Драк Если Нужно В парламенте И так Далее Мы Тоже К этому Придем У нас Пока Драки Внутри Парламента Слава Богу Не происходит Ну Может Это Тоже Нужно Пройти Вы Знаете Если Вы Смотрите Внимательно Даже Достаточно Одной Фотографии Посмотреть Британский Парламент Рядом Со Спич Трибуной Стоят Несколько Больших Толстых Книг Это Во-первых Этические Документы Чего Нельзя Делать Британском Парламенте А второе Это Словарь Выражений Которые Нельзя Использовать В этих Святых Стенах И Соответственно Там Вот эти Все Выражения Мой Достопочтимый Оппонент Еще Что-то И так Просто Нарабатывалась Эта Культура И Возможно У нас Тоже В парламенте Должны Появиться Вначале Прецеденты А потом Уже Свои Словари Свои Этические Кодексы И так Далее В парламенте Больше 700 лет Есть Мы Просто Должны Это Наработать Нажить И Все-таки Про Внешние Угрозы Я понял Что Понятно Весь Мир Становится Может быть Действительно Расходится По своим Клубам По отдельным Смотрите Пандемия Что Показала Первое Что Она Показала Все Это Было Очень Много Популярных Даже У нас В Казахстане Были Люди Которые Говорили Ребята Что Вы Носите С Будут Большие Корпорации Будут Большие Мегаполисы Какие-то Радужные Какие-то Вещи Но Пандемия Первое Что Она Провозгласила Это Важность Необходимость Сильного Национального Государства И Все Поскольку Все Политики Являются Все-таки Политиками И Они Вынуждены Защищать Не Какие-то Большие Империи А Конкретных Избирателей Которые Завтра Могут Проголосовать Которые Сегодня Болеют Которые Стоят В очереди За масками За лекарствами И так далее В этом Смысле Наверное Сейчас Мир ждет Такой Расцвет Национальных Государств Национальной Политики Все Кинулись Спасать Своих Граждан Конечно А как По-другому Это Любое Государство Будь то Демократическое Государство Авторитарный Режим Все В любом Случа За Свои Народы В конце Концов Демократическое Государство Это Голоса Будущих Избирателей Авторитарные Режимы Если Ты Не будешь Заботиться На родину Просто Снесут И Все Очень Резко Поменяется Вот И все Таки Я так Понимаю Что Мы Больше Говорим Про Внешние Факторы А Внутри У нас Все Спокойно Мы Вообще Можем Себя Идентифицировать Что У нас Все Нормально И Нет Заложенной Взрывчатки Замедленного Действия Который Может Разорвать Страну Изнутри Ну Если Мы Говорим За это Что У нас Это Первый Все Таки Межетник Да Наверное Это Не Межетник Это Не Только У нас Есть И Большой Разрыв Между Богатыми Бедными Тоже Нет Богатые Бедные Справедливости Понимаем Разные Абсолютно Недостижимый Идеал Я так Понимаю Но Тем Менее Он Очень Многих Плющит И Давайте Не будем Забывать Что Все Таки 90-е Годы Казахстан Прожил Один Этап Сейчас Нужно Войти В Другой Этап Это Как Уильфа И Петрова Помните Эпоха Немного Кино Закончилась Цветового Еще Не Началось Мы В принципе К этому Сейчас Переходим Сейчас Время Когда Те Общественные Договора Которые Были В 90-х Они Закончились Вот Заметьте Когда У нас Начались Митинги Когда У нас Большая Я Объясняю Это Очень Просто Во-первых Народилось Очень Большое Новое Поколение Которое Не Влезает В Старую Экономику Старая Экономика Которая Не Позволяет Им Встроиться Мы Впервые Наверное Признаем Что Раньше Мы Гордились Мы В отличие От Кыргызов Узбеков Никуда Не Отправляем Гастарбайтеров И так далее Сейчас Мы Признаем Да У нас В Норвегии Есть Гастарбайтер Южной Кореи Есть Еще Где-то Есть Наверное Будут И Это Тоже Как бы Данность Вот Представьте Себе В этом Году В школы Пошло 400 тысяч Первоклашек Через 10 лет Они Бурно Войдут В трудовой Рынок Образовательный Рынок И так далее Вот В эти Годы У нас Как раз Рост Шел И Получается Что В какие-то Годы 250 тысяч 300 тысяч Человек Выходили На этот Рынок Та Экономика Которая Была Нефтяная Назовем Другой Петроэкономика Петростан Как бы Назвали Она Все-таки Не способна Обеспечить Их Всех И Соответственно Вот Этот Вот Если Мы Скажем За точку Отсчета Возьмем 2009 2010 Год Когда Был Пик Наибольшая Доля Уже Почти Приближались В ВВП На душу Населения Где-то 14 тысяч А сейчас Мы провалились До 8-9 Получается Что Это Оказывается Экономика Такая Хитрая Штука И Вот С этого Времени Вот Эта Недовольство Она И Нарастала И Она И Связана Она Активизировала Политические Процессы Она Увеличила Просто Колоссальным Образом Чувство Тревожности И Все Процессы Которые Происходили Вокруг Земельного Кодекса Вокруг Создания Евразийского Союза И так далее Она Проистекает Из этой Тревожности Из Вот Этого Чувства Неудовлетворенности Обманутости Заброшенности И так далее И вот Этот Неуют По сути Горя Вот Он Создает Сегодняшний Протест Он Еще Не Абсолютен Про него Нельзя Говорить Что Он Колоссальный Он Необложился Честно Да Он Еще Нуждается В политическом Осмыслении Понимании Это Небыстрые Процессы Но тем Не менее Это Есть Это Реальность В которой Мы Живем А теперь Давайте Это Помножим На Социальные Сети Эффекты Эхокамер Рост Популизма Демагогии И прочих Вещей Да Это Есть Проблема А На Этническом Уровне Есть Угроза То Что Тоже Может Нет Смотрите Мы Сейчас Видим Что Скажем Когда Мы Объявляли Независимость Казахи Были Этническим Меньшинством Ну По крайней Одной Третью Собственно Почему 42% Нет 39% 89 Года Перепись Мы Многие Вещи Боялись Назвать Своими Вещами Это Все Компромиссы Были Танцы Да Как Называть Государство Была Реакция Недавно Кто-то Писал Что Даже Он Будучи Русским Предлагал Казахской Республикой Называть А тут Сами Наши Казахи Сказали Давайте Не будем Раздражать Есть Еще 40% Русских Есть 20% Иных Этносов И сейчас Вот это Многообразие Все-таки Больше Идет В монохром Мы Еще Не Моногосударство Конечно Далеко Нам До этого Тем не менее Эти ощущения Надо Учитывать И мы Видим Что Сегодня Как Недавно Было Большое Интервью Он тоже Открытым Текстом Нам Подсказывает Ребята Надо Учитывать Интересы Русского Населения Еще Что Любой Кто Занимается Серьезной Политикой Реальной Политикой Понимает Что Это Не просто Слова За этим Стоит Из Ус этого Человека Это Все Серьезно Мы Видим Когда Украина Поторопилась С некоторыми Законами И Некоторыми Эмоциями К чему Это Привело И самое Главное Если Брать Украинский Кейс Это Колоссальный Провал Государства Когда В один Момент Образовался Вакуум Власти Этот Вакуум Власти Не было Некем Запомнить Один Убежал Куда Там Прятался То ли В Крыму То ли В Харькове То ли Еще Где И Получается По сути Представьте Себе В Крыму Стоял Почти 40 Тысячный Контингент Украинских Войск Включая Спецназ И так Никто Из них Просто Не взял В руку Черенок И не пошел Драться С этими Зелеными Человечками За свою Страну Не стал Бороться Понятно Что там Разные Степени Коррупции Продажности Перекупили Генералов Перекупили Об этом Еще много Будет написано Я думаю Потому что Там Сейчас Даже Когда Карабахский Кейс Произошел Первое Что было Сделано Это Обвинили Начальника Генштаба Представьте Себе Государственные Измены И Уровень Скажем Вовлеченности Инспирации Тех или иных Военных Чиновников Он оставляет Вопрос Если серьезно Заниматься То есть Вот это Все Это Данность В которой Мы живем Это все Надо учитывать И мы видим Все проблемы Которые есть На постсовке Которые для нас Более понятны Они случались Именно в те моменты Когда случался Вакуум власти Вот Вспомним 92-93 год Карабахский Кейс Власть Рассыпалась Ильчибей Вроде бы Ходил Говорил Что-то Но при этом Оказалось Что Карабах И 7 районов Азербайджанов Заняли Армяне Можно вспомнить Грузию Где Тоже пришел К власти Популист Политик Который Начал заниматься Очень быстрыми Простыми решениями Что автомат Да Автомат Лучше Чем переговоры И прочее И это привело Там Ну я считаю Скорее всего Вечные потери Абхазии И Южной Осетии Все-таки Эти Новообразования Которые там Создались Они уже достаточно Долго живут Ну в каком-то режиме Да Пусть Ну не назовем Это суверенитетом Независимость Но не внутри Но не внутри Но не внутри Да Понятно Что есть Наверное Теоретически Один момент Когда Грузия Станет супер Богатым государством И когда У этих же Абхазов У этих же Осетин Появится желание Да Вот Мы ребята Все-таки Давайте подумаем Вот Есть там Автономия Еще какие-то Формат Да Ну Это тоже Очень труднодостижимо Да Все-таки Независимость Это очень сильная Штука Это очень сильный Наркотик И когда Вот такое Проживание Происходит Это сложно Я вам могу Маленький пример Привести В Турции Есть Такой народ Лазы Это считается Мусульманизированные Грузины Их там Да Около Двух миллионов Трех миллионов И так далее Вот Всегда Они были Таким Меньше Да Они даже меньше Миллион Скажем миллион Но интересная штука В 70-е годы Появился немец Я сейчас фамилию Запамятовал Но интересная штука Какая Он там ходил Там по горам Еще что-то Еще что-то И влюбился в этот народ Ну считается Что он влюбился Он поехал в Германию Создал центр Ласской культуры Он разработал Алфавит 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 Для них разработал Алфавит И если раньше Они все говорили На турецком А теперь появилось Желание создавать Детские сады На ласском языке Еще что-то Еще что-то И из какой-то Какой-то вот Химеры Вот это все Обрело Политическое тело Это смысл Национальный смысл Да То есть я к тому говорю Что в принципе Это нельзя сказать Что вот у нас Есть такая-то Этническая картина Или есть такая-то Политическая картина И она будет Неизменным Во веки веков За вот этими вещами Надо очень пристально Смотреть Я вот Ну мы всегда Понимаем же Что у нас Страна очень большая Я вот эти Ну когда наши Там российские Или зарубежные Коллеги Начинают говорить Про жузы И так далее Я вот это конечно Мы там С возмущением Отвергаем Да Ну такого же Что там Все определяющего Значения жузы Не имеют Но При какой-то Накачке При каких-то Бюджетах При каких-то Скажем Бюджетных Разделизмах Да Несправедливостях И так далее Ну теоретически Да Возможно Какой-то регион Там стать Что а мы Оказывается Древнее Мы оказывается Не потомки казахов Мы потомки Не знаю Кого-то еще Да Мы оказывается Супергоны Или там Супер саки Там еще что-то Это теоретически Такая угроза Всегда есть И задача Скажем Правильной интеллигенции Правильных интеллектуальных Кругов Там Государства Это всегда сшивать А вот проблема же На самом деле Огромная проблема Да У нас 17 регионов Они на друг друга Не похожи Мы разные И Даже в каких-то местах Мы хотя и говорим Что вот На самом деле Наши предки Сделали большую Умную работу Мы говорим Без диалектов У нас один алфавит Мы Живем В пространстве Одной культуры Вот В России Как бы там Мы к ней не относились Единственное Что сшивает Это огромное пространство Это русский язык Вот по большому счету Ну по большому счету Да Потому что Вот эта культура Которая с этим языком Связана Там все любят Пугачеву Там все слушают Там рэп Еще что-то Читали Толстого Читали Толстого В школе Там Пушкина И прочее Все считают Пушкина Солнцем Русской поэзии И еще И так далее Вот Это вот культура И производная этого языка И так далее У нас даже этого нет По большому счету Мы говорим Там на двух языках На разных Ментальных языках У нас есть Разные регионы Из которых Только четыре Да Так или иначе Являются донорами Республиканского бюджета И Это все тоже На самом деле Вот региональные Диспропорции Ну у нас есть регионы Которые на 92 На 94 процента Субсидируются При том Что там Очень большая Теневая экономика Люди хотят Как бы Получать ништяки Но при этом Не хотят светиться Там В белую работать Еще что-то Или вообще Не хотят работать Да Ну или вообще Не хотят работать Это тоже фактор Да То есть мы же Когда вот Сейчас признается Что в структуре Населения 4-5 процентов Это поколение НИИ Которые не хотят работать Не хотят учиться Ну и вообще Сейчас же Вот как бы Если брать Теорию поколения Интересное время У американцев Они впервые Столкнулись с тем Что оказалось 15-16 летний Не хотят получать права Да Не хотят быть Отвесенными Они говорят Ну зачем У нас Убер Соседа Можно прокатиться Можно там Экономика Совместное потребление Не хотят расти Да Ну Представь себе Американцы Которые выросли На том Что у них Первый секс Случается в машине Что это Принцип взросления Там еще что-то А сейчас пришло поколение Которые вот В одной комнате сидят И они общаются Через свои сотовые телефоны Да Вот это их сообщение А зачем Ну и в Европе Мы видим достаточно И у нас тоже Есть огромное поколение Ну соебразное Да То есть Если там говорили Миллениалов говорили Что это поколение Хочу Да То уже Проследующее поколение Говорит что это поколение Не хочу Не хочу Ну тоже Очень хорошая Очень интересная мысль По поводу того Что нам действительно Нужно какое-то время Для того Чтобы еще Собраться Решить Да Мы еще Сами должны Раньше же у казахов говорят Елю желуда Ель жана Да То есть В 50 лет Обновляют страны Сейчас по-моему Это быстрее происходит Вот за эти 30 лет Образовался уже Новый народ По сути И задача умного государства Задача умной культуры Всегда вот эти вот Разломчики Которые есть Безусловно И внешние Могут быть И внутренние Сами могут из чего-то Произойти Их сшивать То есть Государство Это постоянное Декларирование Своей независимости Стремление к независимости И постоянное доказательство Каждому новому поколению Важности Вот именно Вот этого государства Как бы мы там Не были там Гипер Глобализированными Еще что-то Только В любом случае Да Даже вот эти Права человека О которых сегодня Много говорим Спорим и так далее Их может обеспечить Только сильное государство Сильные институты Они сами по себе Не живут То есть Государство Создает Законодательный Конституционный каркас Который В принципе Обеспечивает Всем остальным Ну вот Еще другая сторона Когда сильное государство Тогда государство Вмешивается Не только там Политическими процессами Управляет Да Как бы И держит на контроль Но тогда У сильного государства Есть огромное желание Активнее И Серьезнее Участвовать В экономической деятельности Да Вот есть Ну Разные очень теории Ну И самая из них Наверное Работающая в нашем случае Это проблема Сырьевого государства Да Сырьевого проклятия И так далее Мы же Уже сталкивались с этим Да То есть Мы же не первое государство Которое там Сырьевое проклятие Вот вспомните просто Великий шелковый путь Да Все получилось Что основные ништяки Снимали те Кто Условно Руководил шлагбаумами И рулил потоками Все остальное Получается ушло И вот у нас Это не только наша проблема Это любого Сырьевого государства Когда Появляется Вот скажем Если бы у нас Вся нефтянка Это по-моему Порядка 100 тысяч человек Вот вся нефтянка Представьте себе Да И все остальные люди Они как бы являются Уже Производными От этой деятельности Это создает некий менталитет Да Это создает Некое отношение Да Вот именно У людей Да Что вот дескать Мы добываем Давайте нам Там долю Еще что-то И у государства Поскольку реально Вот у нас же Почему собственно говоря Пандемия не обрушила Да Все и вся У нас все-таки бизнес Он в значительной степени Зависит от государства От госзакупок Еще чего-то Еще чего-то Но не весь бизнес Не весь бизнес Нет Я не говорю Что Но у нас же бизнес Как вот Если мы говорим За МСБ Да Он у нас сегодня 30% В своей экономике Да Но это Ну я считаю Мало Да И сказать Что вот Вот эти все разговоры Там благие Да Вот надо Чтобы у нас было 70% До этих 70% МСБ Надо еще корячиться Корячиться И каждый день Очень долго Муторно работать Это вот одна часть Потом давайте Если мы говорим За справедливость За какие-то правильные вещи Да То давайте вспомим Что вот у нас там 60 По-моему 60 или 50 Основных налогоплательщиков Платят почти 70% Бюджета Вот мы возьмем Топ 100 Долгоплательщиков И поймем Что это все Как бы они делают И естественно Это разные совершенно Восприятия Да То есть Когда вот этот Новая экономика Создается С одной стороны Вот огромное количество Людей которые видят Что Ну условно говоря Вот он тоже мог бы Там рулить бы чем-то Да А ему не дают И он там оказался Без Майбаха Без еще чего-то Это тоже очень сильно плющит И вопрос справедливости В этом Да Хотя может быть Ты ничего и не сделал Но вот это Перманентное ощущение Того что А на его месте Мог бы быть я Да Вот сидеть в хорошем кафе Там Пить Мерло Там еще что-то А нет А я иду там Снег убираю Или вообще не работает Это тоже очень серьезно Поэтому вот эти все вещи Нуждаются в очень хорошем понимании С одной стороны Но с другой стороны Вот чем я лично был Недоволен и так далее Что Вот эти все вещи Надо очень Ну сейчас и такой период Интенсивного взросления У нас будет И вот И вот это Интенсивное взросление Предполагает Что ты себе задаешь Не очень приятные вопросы И начинаешь искать на них Более или менее Реалистичные ответы А не скажем Свои хотелки Женалки Какие-то вот вещи Да Которые там Ну из области Мифологии Да Ну простой вопрос Да Вот Вы считаете Казахстан Очень богатым государством Я считаю Очень богатым государством Не просто богатым Самодостаточным И еще мы Нет Вот смотрите Вот если мы говорим Вот у нас же Как есть такое Вот Ставшие Книги Ну следующий год Ну следующий год Ну следующий год мы Входим В плавно После 16 декабря В режим 30-летия независимости Да Вот я еще хотел бы Чтобы это Не было Тоев Да Ну и президент Токаев Говорил Ребята Давайте заниматься Реформами Давайте думать Да Вот чтобы мы все Как бы начали Серьезно думать Почему у нас То не получилось Почему мы И вообще Как бы новое Целеполагание Должно происходить Это вот Ну Каждый же Человек Там Когда Перед днем рождения Немножко грустит Да А что за этот год Я сделал Сложились Мои планы Да Там и так далее И вот это Я думаю Такое должно быть Ощущение И оно должно быть У всех То есть мы Не про фейерверки Не про друзей Собрать там Шашлыки покушать А вот именно Вот так вот Подумать Я вот хотел бы Чтобы этот год Был такой Год такого Очень быстрого Моментального Взросления Потому что В противном случае Если мы будем Там дальше телиться Да Вот какими-то Своими вещами То просто Можем очень многое Потерять Тем более Мы живем В гиперконкуренции За человеческие ресурсы За инвестиции Рядом Бешено Начинает развиваться Узбекистан Который Ну наверное По потенциалу Сейчас по экономике Он конечно меньше Но я думаю Это вопрос времени Когда он там Доберет Узбекистана Огромнейший потенциал И мы видим Даже Что мы Одно время Помните Горделись Да Все основные Международные Бренды Здесь есть Все основные Международные Организации В Казахстане Есть А сейчас Они же говорят Давайте мы ребята Может Ташкент Там передвинемся Во-первых Это более центрально И так далее Ближе Ближе Да И там все-таки Огромный И население Как только мы Что-то где-то Начинаем проседать Это все Очень быстро Перетекаемо Поэтому нам Нельзя проседать Нам ни в коем случае Нельзя терять Нельзя терять И все-таки В этом режиме Обновляться В быстром Потом смотрите Мы живем Как в сумасшедшее время Вы сами прекрасно знаете Сдаете Forbes Каждые 10 лет Лидеры меняются Если брать Начало века Больше половины компаний Там просто их нету В природе Сегодня Поглотились Еще что-то Далеко ходить не будем Давайте вспомним Тему, которую мы хорошо знаем Ну скажем Первая пятидесятка Там 95-го года Кто из нее Сегодня остался Ваши пятидесятки Которые вы сегодня В журнале Издали В 95-го году Мы конечно не делаем Пятьдесятки Мы знаем Этих людей Они реально сильно Поменялись И сегодня И мы видим Что все-таки И что мне Допустим Радует Ваши пятидесятки Вот я сегодня Только Forbes Купил Смотрел Все-таки Там есть представители Женовой экономики Конечно Есть представители Новые экономики И это Не сырьевой экономики Да Это хорошо На самом деле У Казахстана Огромный потенциал И я верю Что в экономическом плане Мы будем расти Даже одно IPO Который сделал Каспий Да Это Несмотря на пандемию Несмотря на пандемию Невзирая на что И все-таки Нужно понимать Что Ребята создали Компанию Многомиллиардную По стоимости Основной рынок Который И работает Который Внутри Казахстана То есть Это по сути дела Оценка Общая страновая Это страновая Это общая страновая То есть Это тот честь Которым мы можем Безусловно Гордиться Причем я Ребятам Которые с Каспией Говорили Даже на казахском языке Уже появился глагол Как гуглить Ксерить Я говорю Каспилить Асалши Горят Каспинив Негад Денежку Да Каспинив Денежку Слышал Это считается Когда твой бизнес Становится частью языка Он оформляет Некий глагол И некое действие Это считается Бабушка в ауле У них это и состоит Это круто Окей Хорошо Это понятно Давай поговорим Про современные Актуальные Наречные действительности Процессы Которые сейчас происходят И вот Политические события Действительно Очень серьезные Происходят В данный момент Идет Подготовка К выборам В парламент Что очень важно И Вся интрига Наверное Еще все-таки Впереди Но вроде бы Как говорят И интриги нет Потому что В очередной раз Победит Нуратан Ну окей Хорошо Наверное Наверное С этим сейчас Спорить не будем Первое Как и почему Принял решение Сам лично Вступить В партию Нуратан И с какими Идеями С какими целями Пришел в партию Ну я думаю Скажем Мой выбор Он наверное Протектован В целом Контекстом То есть Не было желания Становиться Именно депутатом Сейчас И так далее Просто когда ты Очень долго Говоришь про какие-то вещи Про необходимость Там реформ Ну мы наверное Говорим лет 10-15 И критиковали И даже злобно Критиковали И так далее Но тем не менее Эта вся критика Она есть Когда мы Я по крайней мере Увидел Что у государства Сейчас Ну во-первых Нет шансов Не проводить реформы Даже если нефть Там будет заоблачно Стоит деньги Нам в любом случае Эти реформы нужны Даже для самосохранения Власти Они нужны Причем и политические реформы И экономические Да Потому что они Это раньше было Да возможно Говорить что Экономика это отдельно Политика это отдельно Сейчас нет Нереально Просто Сама структура Новой экономики Про которую мы хотим И которую мы говорим Да Чтобы вот хотя бы Доля МСБ Каждый год Росла на процент Да Вот сейчас У Нарутана Вот такой Скажем За 5 лет Увеличить на 5 процентов Это вот кто-то Может сказать Ага Недостаточно Я был бы Тут все было по-другому Нет Это не так совсем Да Вот мы говорим За эти реформы И соответственно Когда ты очень много говоришь Возникает и такое Да Ответное Тайдос А давай так Вот ты где хочешь Вот ну Реальная Самая настоящая Политика Везде всегда Это законы И бюджет По большому счету Да Конечно Вот смотрите Вот смотрите Американцы Да Вот у них Двухпартийная система Но Вся основная интрига Идет вокруг того Сколько у нас В этом году Будет после этих Выборов налоги Там они могут Поспорить Да Крым чей Там еще что-то Там Или там Россия угрожает Не угрожает Вмешиваются Выборы Нет Но реальная Большая интрига Происходит вокруг Налогов Приходят Республиканцы Они их налоги Снижают Приходят Демократы Они их увеличивают Да На социальные нужды И так далее Это главная интрига Даже Трамп Вот это все Несистемный там Политик Это все остальное Да Вот элементарно Прошлый год Весь мы бодались По закону О митингах И так далее Вот мое убеждение Да Вот Ну физически Просто не хватило Людей Скажем Более демократической Повесткой Да Реформаторской Повесткой На тот момент Который В нынешнем Можилисе А все-таки Нынешний Можилис Это тоже Явление Своего рода Да Она тоже Производная Наше общество И соответственно Когда говорят Ну давай Ты вот это все Говоришь Все Да Мы согласны Да Вперед Ну давай Тогда займись Приходи И на этот аргумент На самом деле Очень трудно Сказать нет Да Или строить из себя Там чебурашку Конька Горбунка Еще что-то Это как-то Даже Вставать в красивую позу Кредитовать всех Да Я вот Давайте я буду Въезд в белом Там на белом коне Там в белом фраке И так далее Нет Это вот В то время Когда надо Закатывать рукава И начинать заниматься Спорить Ну если мы сейчас Говорим о том Что выборы пройдут После выборов Ну надо будет Несколько очень Больших вещей делать Да Первый вопрос Который будет Он стоит В повестке дня Вот в следующем году Заканчивается действие Земельного кодекса Вот тот мораторий Который вели Пятилетия В любом случае Нам надо отвечать На этот вопрос Если мы Не готовы договориться Тогда надо Его пролонгировать Пусть тогда Через 10 лет Приходит Может более Рациональное поколение Которые уже Не будут там Жить Такими Страхами Фобии Там Русофобии Синофобии И еще и так далее И которые уже будут Более свободны От этих вещей И тогда они пусть принимают Это будет более честно Большой вопрос Это социальный кодекс Вот сейчас он в работе Там очень много споров Но я считаю Но я считаю Что вот этот социальный кодекс Как бы мы там К нему не относимся Он должен Определить На ближайшие 10 лет Хотя бы Основной перечень Обязательств государства В одном пакете Вот казалось бы Да Вот мы Я вот в Алма-Ате Вообщественном совете был Я занимался проблемами Многодетных матерей Да Мы создавали Вот эти центры Бахтотбаса Я вам скажу так Да Вот что у нас При том что вроде бы Цифровизируемся И так далее Но существует Несколько списков Да У Министерства труда Одна цифра У этих другая У района Хакимов третья Вот маленький пример Вот мы занимались Волонтерством Да Вот развозили помощь Там Многодетным И так далее Вот нам волонтеры Эти же самые приходят И говорят Слушайте Нам дали вот Перечень вот этих Многодетных матерей Мы же априори считаем Что это люди Которым нужна помощь Да Которые сегодня Лишились достатка Заработки и так далее Приезжаем А там трехэтажный коттедж Говорит И во дворе Три джипа стоит Говорит Пакет там с продуктами Взяли Да Вот как бы Казалось бы Ну должны сказать Давайте ребята Мы лучше этот И так далее То есть вот эти все вопросы То есть государство Должно определить Перечень своих обязательств На скажем Десять лет От Ну я как по-казахски Говорю Бескотен бейткерин От колыбели до могилы Да Вот определиться Вот у нас есть там Столько-то тысяч инвалидов У нас есть столько-то тысяч Там Многодетных матерей Там еще что-то Как В каких степенях И это тоже должно быть Предметом очень Такого серьезного думания Вот после того Как у нас девальвации Прошли После вот этой пандемии Когда много кто завалился Да Нам Ну по-хорошему Конечно нам нужны Очень сильные Правые либеральные Экономические реформы Но Мы с вами 90-е Прекрасный режим Мы понимаем Что это непростые же времена Да И соответственно Нам год-два Надо очень сильно Реабилитировать население Особенно вот эти Слои населения Которые Ну обычно Как всегда Первыми страдают И этот пакет Должен быть Он серьезным Да То есть Мы говорим же о том Что вот у нас там Очень большая доля Государства Да Но опять же Если эту долю убрать У нас уже 8 революций было бы Ну опять же Да Не думаю Условно Митингов было бы Значительно больше Да И более ожесточенных Митингов И вот Когда мы бы Определились бы с этим Тогда уже Можно было бы Принимать Целый пакет Реформаторских законов Да Которые будут Менять Эти все вещи И одновременно Все-таки Спрашивать Да Вот мы За цифровизацию Должны спросить За это Мы должны Спросить За социальные пакеты Должны спросить Да Все-таки Это же большой вопрос И Скажем Вот это Та же самая Там уже Концепция Слышащего государства Она все-таки Начинает работать Мы видим Это точно Начинает работать Да И вот это все Как бы надо Во-первых Воплотить И Скажем В политическом смысле Да Вот если мы говорим За политические реформы И так далее Нам с одной стороны Надо сейчас Который есть Протест Я его оцениваю Примерно в 10% Общества Он должен быть Оформлен И нам нужны Сильные Политические партии Вот представьте себе Маленький пример Скажем Вы хотите создать Новую партию У вас еще нету Ни одного представителя В Маслихате Ни одного представителя В Мажелисе Вам нужно Скажем В Казахстане 3335 депутатов Маслихатов По-хорошему Если мы говорим За общенациональные Сильные партии Это не значит Что не могут Другие быть Но Как мы видим В Штатах Две партии Хотя есть Огромное количество Других Просто на этот уровень Высшее лего Все равно образуется В европейских странах 3-4 партии Зависит от разного В России Сколько бы там Под 100 партий Вроде бы есть Но в Думе В итоге Сидит 4-5 В этом В следующем году У них тоже выборы У них главная интрига Будет пятая Или не будет пятая И соответственно Вот Если эта нормальная Политическая партия Появится Вот представьте себе Заплатить взнос За мажелисмена Из обмыслях Отменов Этой партии Нужно будет Около 900 миллионов Тенге Вот В США Где есть Огромная Демократическая традиция Есть Класс людей Который живет Политикой Который Понимает Да Что Политика И налоги Это влияет На бизнес У них есть Там Жесточайшие Ограничения Для бизнеса Ты одной партии От своей фирмы Не можешь Перечислить Больше того Или там Один гражданин Может физически Не больше Дрех Двух Или трех Тысяч Долларов Перечислить И Вся Вот В этом году По крайней мере Были данные Все взносы Байдена И все взносы Трампа Которые собраны Их заплатило 0,8 Десятых То есть Меньше одного Процента Являются Спонсорами Политического Процесса В наших условиях Это понятно Еще меньше И соответственно Нам нужно Почему Большие партии Вот Алматы Прекрасный город В котором Мы с вами Живем За эти 29 лет Не было Ни одного Случая Когда кто-то Предложил Альтернативный Бюджет Просто Сами посчитали Не умные Экономисты Бухгалтеры Сели бы Посчитали Нет Нам нужен Такой-то Бюджет Или Скажем Нам нужна Отдельная Городская Программа Развития Культуры Я не знаю Там развития Туристического Единственное Что я могу сказать Что в Алматы Когда сидели Ребята Серьезные политики Тот же Алтабек Сосимбаев Разали Чендосов Алихан Байминов Они Альтернативный Бюджет Предлагали Для всего Казахстана Для всего Казахстана Для Алматы Большинство Людей Все-таки Живут Не в столицах 80% Населения Точно Живет Не в столицах И Реально Произволом Со стороны Центральной Власти Они не сталкиваются Они живут Под конкретным В районе Конкретном ауле И так далее И нам же нужно Чтобы там Да вот Ходить не будем Вот сейчас Сядем в машину Проедем в 50 километров В любую сторону В любой Зайдем поселок Райцентр И мы увидим Что там Политической жизни Никакой нет Там есть Нур-Утан Есть ассамблеи Наверное Совет ветеранов Совет матерей Наверное есть Наверное есть Представительство Атамикена Поскольку Какой-то бизнес Там есть Ну а где А нам нужно Чтобы Вот эти социальные Партии Большие Национальные партии Стали такими Социальными лифтами Которые бы На легитимной Основе Да Собирали людей Чтобы была Вот эта Конкуренция Проектов И так далее Вот сейчас 10 числа Закончится Процесс Выдвижения Депутатов Маслехатов И мы увидим Что Общенационально Все Все районы Сможет покрыть Только Нур-Утан В каких-то районах А их будет Особенно в сельских В большинстве Вот даже Нынешних Партий Которые все там критикуют Даже их не будет Я согласен Здесь В принципе И говорить-то нечего Потому что Этот факт знает Во всем Ну да Нам сейчас В идеале Вот за эти Скажем Пять лет Будущие Создать еще Две-три Сильные кочки Где люди будут Собираться Где люди Ну появится новая Да Там желательно Конечно Оппозиционная партия Которая вот Сможет все покрыть Вытащить Как минимум Три тысячи Триста Депутатов Вытащить Десять тысяч Наблюдателей Вытащить Там Активистов И так далее Тогда это будет Серьезно И нам это нужно И для развития Государственности И для новой Политической культуры Ну раз есть протест Ну надо его оформить Надо помочь В принципе Я согласен Да И в принципе я согласен Если что-то хочешь сделать Реально Участвовать В реформах Не просто там Стоять в стороне И Тихо обижаться На всех Или критиковать То если хочешь что-то делать То понятно Что путь через Нур-Атан Это очень правильно Ну логичный По крайней мере Он логичный Да Я здесь В этом плане Я разделяю Потом И не нужно забывать О том Что и возраст Все-таки Да Уже Возраст подходит Можно так Оставить в сторонке И всю жизнь И пройти И пройти Мимо всех И реформ Потом сказать Слушай А без премии Как там было Бессмысленно прожитых годах Да Бессмысленно прожитых годах Вроде бы мог И вроде бы запрос был А ты вот Из-за того Что в позу встал И не смог Помочь Реально Своей родине Какая Мне кажется Сейчас Вот это Мне вот Честно Не нравится Вот эта Психология Баррикад Вот казалось бы Да Вот сейчас живем В временам пандемии Враг Ну по крайней мере Впервые За многие годы Мы получили Абсолютно явного Ну хоть и невидимого Но врага Четкого Оформленного врага Да Хоть на уровне На уровне микроскопа Видимого Даже здесь мы не можем Да Как бы так Собраться Там вот Именно вот эта Большая повестка Ее не хватает Да И одновременно Вот эти все годы Недовольства Вот этот неуют О котором мы говорили Он все-таки приводит Вот именно вот Потому что Сам Само понятие Государства Да Для кого-то Становится Таким олицетворением Некого там Изнационального зла Государство Это всегда Про то Что там Нет Вот мы Задача же Этого текущего момента Отделить Власть от государства Да Государство Поскольку это все мы Да И вот Если мы сделаем Государство Более инклюзивным Если мы сейчас Максимально большое количество Рамок зайдем А вот я вот считаю Смотрите Да Вот если мы говорим Даже деглобализация И прочие вещи Почему Вот давайте задумаемся Почему происходит Конфликт между США И Китаем Он более сущностный Он более сильный Потому что Китай Хорошо ли плохо Он предлагает альтернативу В том числе экономическую Да Мы коммунисты Да У нас Мао Ци Дун До сих пор на площади Бежит До сих пор И так далее И очень много стран Начинают смотреть Оказывается Нет Ну там же и более серьезные люди Да Социальные Идентификационные Вот этот кодекс Да Прочие вещи Там слежка в интернете Китайский Фаервол И так далее Но тем не менее Это же система Это миросистема И эта система работает Да Ну по крайней мере Вот полтора миллиарда человек Да Каждый день растут Каждый день там Становится Больше миллиардеров Больше бизнесменов Миллионеров Китайские бизнесмены Покупают все и вся Заходят куда только можно И так далее И это конечно Угроза для Вот такая большая Такая смысловая угроза Для запада Да Россия в этом смысле Нет конечно Но тем не менее В каком клубе Мы хотим быть Вот сегодня Так оказалось Что и мне это импонирует Что главный европеец В Казахстане Это все-таки государство Вот мы присоединяемся Мы присоединяемся Сейчас один за одним Ко многим концепциям Вот были смешные вещи Вот мы с вами В МСОДе Да Вот мы очень много Весь год ругались Вот помните Когда вот мы Наша политическая группа Сказала Одним из первых пунктов Должна стать Отмена смертной казни Да То есть присоединение Ко второму протоколу Факультативному И так далее И мы спорили уже Там на уровне Минюста На уровне там Юристов администрации Правительства и так далее И говорю Ребята А что нам мешает Ну гад Мы же до сих пор Как-то не присоединяемся А ну теперь возьмем И присоединимся Не ну как так Мы же вроде бы Это там Вот сидит просто Мы в этой рамке Да живем и все И соответственно Вот сейчас я считаю Вот Ну вчера или позавчера Только одну статью читал Там про права инвалидов Говорилось Где сказать Да еще сложности есть И так далее Но там вот В итоге Сами же вот Инвалиды говорят Одну вещь Да конечно не все решилось За эти годы Пока мы присоединились Но самое главное Появились НПО инвалидов И появилась активность То есть они Начинают себя ощущать Как некий класс Поскольку рамка создана Эту рамку Вот этот вакуум Который был Отношения к инвалидам Даже вот правильно Как называть Люди с ограниченными возможностями Или люди с особыми потребностями Вот до сих пор Этих споров не было А сейчас люди уже На слово инвалид обижаются Да И соответственно Вот сейчас Вот активная Большая рамка Которую Ну надо президенту Отдать должное Это вот Права детей и женщин Вот уникальная вещь Вся казахская литература Началась Справ женщин Первые три казахских романа Посвящены Забитым женщинам Востока Которых там Традиция ломает Бьет муж И так далее И вот по сути Нам там же Думывать не надо Вот этот пафос Надо сохранить Вытащить Сделать его политикой И вот Опять же Мы конечно Где-то даже Сейчас для нас Это выглядит дико Но тем не менее Само даже признание Что у ребенка Априори есть права Это огромнейшее Культурное Я считаю Революционное Возможно Там изменение И оно более Может быть революционное Чем разрешение митингов Вот Новый закон о митингах Появился Кто сейчас стоит В очереди в Акимат И просит Дайте нам митинг А у нас по уведомлению Что теперь Нет Ну тем не менее Нет Ну где эти митинги То есть нет Я к тому говорю Что митинги Это только средства Это не смысл политики Это оно не заменяет Вот этот процесс Да И вот Если мы скажем В следующем году Уже присоединимся К так называемому Стобульскому документу А потом Наверное Мы должны дискутировать И прийти Скажем Европейская социальная хартия есть Где права рабочих Права работодателей И так далее Мы-то На самом деле Наш трудовой кодекс Он так гиперлиберальный Да Вот он Работодателю Много чего дает А скажем Если мы берем Европейские Какие-то стандарты Там уже совсем Другая появится Там Вот сейчас Вот вроде бы Казалось бы Да Есть по инвалидам Да Вот вроде бы Должны быть Да Работодатель должен Уже как-то Учитывать Учитывать его Да В штате Хотя бы Одного Там Инвалида Держать И так далее А кто Который готов Да Вот тоже Большой вопрос И когда Вот это осознание Большое происходит Оно должно Менять Да Вот сейчас Горят Компании Которые берут Инвалидов Они должны Там быть Освобождены От каких-то Налогов Либо Им какой-то Другой зачет Должен идти Либо Они должны Попасть В список Наиболее Скажем Эффективных Компаний Которым Да Можно Давать Госзаказ Давать Тендеры Еще что-то Получают Дополнительные Рейтинги Да Какие-то Да У них есть Приферические Вот эти все Вещи Они Казалось бы Такие Отвлеченные У нас всегда Говорят Вот Чего там А на самом деле Это рамки Которые Потом Заполняются И вот Если мы Так Это все Правильно Выстроим Мы получим Другую экономику На выходе Оно Не быстро Будет Надо Ломать Наш Менталитет Надо Ломать Вот Эти Давай Там Делись Там Этот Ну Как бы Там Наши Все Вещи Я Уверен Вот Почему Это важно Почему Все-таки Мы начали С Китая Нам Важно Сегодня Не быть Россией И не быть Китаем На уровне Ментальности На уровне Социальных Норм На уровне Какие-то Культурные Пусть Ну В любом Сучи Даже Вот Есть Такая Теория Стратегического Партнера Когда Выбираешь Какого-то Стратегического Партнера Выбирай Тот Который С тобой Не граничит Вот У Монголии Есть Политика Третьего Соседа У Монголии Всего Два Соседа Понятно Это Китай И Россия И Они Даже Большие Тендеры Страновые Стараются Давать Канадцам Австралийцам Американцам Европейцам Потому Что Китай Не Россия Ну Не Китай Не Россия Ну Понятно Что Это Не Написано Это Дискриминирует Неписанные Правила Это Политика Третьего Соседа То есть Соседи Которых Вроде Б Нету Которые Они Есть И Вот Условно Говоря За Последние Годы Я Считаю Один Из Хороших Франчайзинг Взять Страна В которой Есть 100 Глобальных Брендов Это Уже Процентов На 70 Страна Которая Защищена Большие Компании Которые Сворачиваются Которые Наоборот Заходят Видят В этом Перспективу Для этого Мы должны Создать Комфортные Условия Для Инвестиционную Бизнес Мы должны Им сказать Что у нас Здесь Законы Правильные Что эти Законы Абсолютный Приоритет Закона Нам бы Помните Вот эта Дискуссия Когда мы Спорили И критиковали Что МФЦА Создает Свой суд Для Инвесторов Это Понятно Что это Такая Сложная Схема Конструкция Очень сложная Хотя у нас Получается Мы уже Дискриминируем Свой бизнес Почему Они получают Более комфортный Суд А мы Должны В межрайонный Какой-нибудь Административный Суд И судиться И искать Взятку Давать Кому И так далее Нам нужен Суд Сам по себе Суд Который Является Конечной Точкой Самое Главное Понятие Справедливости Понятно Что Правосудие Это не Про справедливость Это про закон И когда Ты приходишь Ну чтобы У тебя было Понимание Я вот здесь Абсолютно Прав И бог С ним Районный Проиграл Городской Проиграл Но на верховном Суде Точно Защитился Вот когда Вот это Ощущение Появится Вот это Будет Совсем Другое У нас же Вот этого Нету Самая Наверное Логичная Реформа Которую Мы можем Сделать Это суд Поскольку Судей У нас всего Не так уж И много Не так уж И много Все таки Продолжая Про Партии И Вот этот Период Который Сейчас Электорально Идет Предстоящий Выбор В парламент Нуратан По Нуратану Все понятно Почему Вступил В Нуратан И Мотивы Твои Все тоже Понятно И что Хочешь Сделать Тоже Я услышал А Теперь Как Политологу Вопрос Партии В принципе В Казахстане Ну я не скажу Что они Их Много Но в то же Время Немало Да Они покрывают Все интересы Или не покрывают Не покрывают Уже нет Мы же видим Во-первых Появился Новый экономик Если вот Заметим В Кыргызстане Есть по-моему Три или четыре Партии Которые занимаются Правами Гастарбайтеров Ну потому что Реально Там 60 Некоторые годы Там 50-60 Процентов Бюджета Там Поступлений Валютных Обеспечивали Гастарбайтеры Да Поступлений Когда переправляют Деньги с Москвы Они там Да С Москвы Из Казахстана Мы до смешного же доходим Да Вот я недавно Там читал Вот Пандемия Сильно ударила По животноводству ВКО Почему? Потому что Все чабаны Были оттуда Казахи Не хотят Идти на зарплату 300 тысяч Поскольку С Монголии Чабанов Не приезжают С Китая Чабанов Не приезжают С Киргизии Нет И вот Будем резать Скотт В таком случае Это наша страна Давайте Мы не будем Там говорить Что у нас Вековые традиции Кочевничества Что мы Знаем У нас В душу Лошади Можем посмотреть Сердце Почки Барана Пощупать Снаружи Нет Этого нет И в этом смысле Конечно Тоже много Что думать Надо И вот Если так Смотреть У нас Сейчас Большой запрос Экологический У меня У нас есть Друзья Которые Занимаются Сырьевым Бизнесом И так далее И они Видят Что даже На уровне Местных Сообществ Отношение К ним Меняется Это не В смысле Сесть На лошадей Разгромить Как в соседней Стране Месторождение Еще что-то Нет В целом Отношение Меняется Вот Эти изменения Которые Даже в ближайшие Год Два Происходят И даже Сама Пандемия Она сделала Увеличилась цена Человеческой жизни Вот Реально Она выросла И соответственно У этой жизни Особенно в городах Мы видим Раньше Вы в Ереване Были Я в Ереване Был В центре Видите Деревьев нету Да почти А когда У них Был 90-е годы Они там Очень много Деревьев Попилили И Никто За экологию Не спрашивал Просто В топке Надо было В буржуке Топить Холодно Слава богу У нас до этого Не было По крайней мере Десять лет Пять лет назад В Алмате Можно было Тоже много Чего срубить И Наверное Никто не возмущался А сегодня Мы видим Кейс Сулпака Что показал Срубили деревья Огромный Даже президент Вынужден реагировать Включать Твиттер Политику Еще что-то Это Тоже Опять же Тот же Самый Кейс С этими Нашими Горами Понятно Что он Тоже Показательный Как же И на И прочие Вещи С одной Стороны Есть Растущий Город Который Больше Беспокоится Не за леса За горы А за Рабочие Места Есть Уже Более Продвинутое Общество Которое Хочет Даже С точки Эстетики С точки Зрения Вот такой Философии Мы видим С одной Стороны Я Несколько Опросов Вижу И так Далее Вот Этот Запрос Который На Новую Экономику На Новые Эти Понятия Экологические Стандарты Пандемия Сильно Прибила И Сегодня По сути Государство Первый Игрок Поскольку То же Самое Министерство Экологии Раз Она Создается Она Уже И Сегодня Начинают Выйти Уже Бизнесмены Что Ребята Чего-то Много Вы Стандартов Придумываете Что-то Сложно Стало Там Вести Бизнес Работать И Это Тоже Требует Квалифицированных Дискуссий Не Баррикад А Именно Квалифицированных Дискуссий На уровне Юристов На уровне Стандартов На уровне Конвенций Международных И так Далее Потому Что Если Мы Говорим За те Реформы О которых Мы себе Мечтаем Понятно Что Здесь Где-то Придется Делать Выбор Ребята Мы Как Делаем Так Или Все-таки Будем Идти Очень Хорошо Или Давайте Мы Тогда Пять лет Возьмем Срок А после Этого Вернемся Да Вот Эти все Дискуссии Они Требуют Именно Появления Профессиональных Экологических Политических Организаций Так Или Наче Которые Заточены И которые Знают Мы Видим Что По крайней Европейских Странах 7-8 Процентов Железно Берут Экологи Зеленые Партии Да Они Как правило Побеждают Уже С 90 Годов И Поскольку Они Скажем Так В политическом Спектре Ни Правые Ни Левые Они Зачастую Становятся Частью Больших Коалиций Потому Что Надо Добирать И Правило И Становится Еще И решающим Их Со следующего года Нравится Это Кому То Нет Мы Реально Получаем Партийное Правительство Окей Не Хватает Экологической Партии Наверное Через Какое-то Время Думаю Экологические Активисты Рано или поздно Сформулируют Свою Понимаете Есть Два Понятия Если В американской Политологии Есть Понятие Астротурфинг Искусственный Газон А есть Понятие То Что Они Называют От Корней Вот Самое Простое Было Было Мы В 90-е В администрации Президента Министерства И так далее Рулили Пытались Как-то Эти Запросы Создавать В итоге Это Все Потом Уходит Это Не должно Быть У Довлатова У меня Любимая Враза Из него Талант И похоть Не подделаешь Если Ты Хочешь Вожделеешь Девушку Понятно Что У тебя Глаза Блестят Начинается Двигаться И так далее Талант То же Это Реальные Поля Люди И мы видим Запрос этот Есть Скорее Это Городской Запрос А давайте К этому Добавим Семипалатинский Полигон Давайте К этому Добавим Орал Давайте К этому Другие Как бы Вещи Добавим И Это Не просто Что Появляется Нное Количество Людей Которые Становятся Профессиональными Политиками Профессиональными Лоббистами Это Меняет Отношение К миру У нас Самая Трудная Вот Ты начал Свой Огородик Делать А рядом Казахская Сварка Лежит Вместо Забора Косемсотный Баллон Или Какой-то Колючка Еще Что-то Вот Это Преодолеть И Вот Это Понимание Очень Большое У нас Сейчас Хорошо Ли Плохо Ли Сейчас Российского Минобороны Забираем Огромное Пространство От Байконура Забрали Огромное Пространство Непонятно Как Что Можно Нам Есть две страны Которые Наиболее Этические И эстетически Близкие Это Канада И Австралия Они Объявляют Огромное Пространство Национальными Парками И так далее То есть Там Можно Условно Сайгаки Пусть Пасутся Здесь Можно Животноводство И так далее Итоги У нас Тоже Получается Все Население Страны Живет Где-то На 3% Территории Нашей Города Это 2% Давайте Все поселки Тоже Объедини И так далее И все остальное Пространство Это вот И нам Угрожают Маленькие Мы говорим Про риски Вот представьте Себе Что Китай Закрывает Иртыш Закрывает Ильи Огромные Агломерации Около 5-6 Миллионов Человек Где живут Алматинская Область Послужная Казахстанская И так далее Они превращаются В пустыню Балхаш Высыхает Все Наверное первая Скоро будет Ну уже К этому Пришло Может быть На нашем веку Мы это и увидим Мы уже Фактически К этому Сталкиваемся И видим Какой Китай Становится И вот Нам нужно Не просто Недавно Я просто Велел В одной Из казахских газет Там такое Нашествие Китайцев Усиливается Я думаю Что же там Такое Случилось Материалы Из Атравской области Говорят В области Говорят В этих наших Компаниях Работают Сколько же там было 349 китайцев В прошлом году Их было 600 А сейчас 349 Это китайское нашествие Я говорю В этой Атравской области Живет около 700 тысяч казахов Казахистых казахов Батыристых Если они просто Тряпками Закидать не смогут Давайте распускать Тогда государство Ну да Я говорю К тому Что мы живем Кликбейт Это очень казахское явление А там Все там Войбай 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 А на самом деле Нам нужно очень Рационализировать дискурс Рационализировать Наши отношения к миру Хайп Хайпократия То что там сейчас Начинаем обсуждать И опять же Мы приходим уже к тому Что мы завсегда С то что бились Нам нужна Квалифицированная информация И лучше чем журналист Профессиональный журналист Это никто не сделает Да И сейчас Поскольку Я считаю Такое время живем Когда уже И соцсети Себя дискредитируют Это вот время Когда можно вернуть Еще какую-то часть Аудитории И для газет И для телеканалов И так далее И то что мы с вами В рамках Рамцода Сейчас говорим И про общественное телевидение И про какие-то Другие изменения Которые позволят Позволят улучшить картинку И сделать ее Более насыщенной Мне по крайней мере Вчера Все обсуждали Можно ли драться На ток-шоу На 31-м канале Нет Есть же кейсы Уже есть кейсы Из современной Закрытых тем Становится меньше И Такого Что Я что-то сказал На телеке И после этого Обвалилась страна Небо Опустилось на землю Каспий высох Такого нет Тем уже нет Продолжая вопрос О партиях Еще Хорошо Экологической партии Может быть не хватает А почему Айдос не говоришь Про Не знаю Партии Как про тему судьбы Они может Почему Это же достаточно Тоже большая страта Наверное По крайней мере Сейчас На уровне конституции И так далее Мы разделили же Политику Религию И так далее Вот сейчас Дискутируется Может ли Священнослужитель Идти в политическую партию И значительная часть Общества Это не приветствует Ну опять же Есть разные Паствы И так далее Лучше все-таки Держать эти корзины Отдельно И если мы там Когда-то придем Что появятся Мусульманские Социал-демократы Ну и так далее Ну может быть Мы к этому и придем Ну по крайней мере На уровне Таджикистана На уровне То что я сейчас вижу В Казахстане Мне кажется Мы идем к этому Достаточно быстро В Кыргызстане Сейчас среди Действующих партий Есть три ярко выраженные Религиозные партии И это недалекая перспектива Наверное мы скоро будем Проводить либо референдум Либо какие-то большие слушания Менять законы Менять конституцию Возможно Но все-таки я бы хотел Чтобы религия Оставалась Ну очень таким Личным Да А не скажем Политическим Богу Богу Кесарю Кесарю Ну я думаю Что Господа Бога Много есть инструментов Повлиять и на политиков И на Пасту И так далее Да И вмешаться В какие-то вещи Ну опять же Хочешь рассмешить Бога Расскажи им О своих планах Да Поэтому лучше все-таки Пусть будут нормальные социалисты Казахские Нормальные либералы Нормальные экологи Нормальные зеленые Превращать именно Религию В политический фактор Ну как видим Это риск Тем более что Вот если мы говорим За ислам Ислам во-первых Это городская партия И это изначально Политическая партия Потому что Помните Хаминей говорил Что ислам Есть политик На самом деле Потому что Те сферы Которые регулируют ислам Они все охватны Ни одна религия Не дает такой полноты ответов Да На какие-то запросы Как ислам Ну понятно Есть шариатский суд Есть устройство государства То есть Это тоже кстати Часть выбора Ну опять же В каком клубе Мы хотим жить Условно Мусульманском Или условно Там Скажем Западном Цивилизованном И так далее Тоже да Согласен И не факт Что завтра Не появится Большое количество людей Которые потребуют Там шариатских судов Еще что-то Еще что-то И лучше сейчас Об этом Тоже как-то говорить И лучше сейчас Очертить какие-то вещи Ну я бы Вот еще раз говорил Я против религиозных партий Вот Как явление Окей Хорошо Кто из партий Которые зарегистрированы Которые участвуют В выборах Может составить Действительно Реальную конкуренцию Для Нуратана Хотя Применение Ну смотрите Опять же Я против Вот этих Априорных разговоров Что дескать Вот есть Один большой карман Или там Одна большая лавка Где это все Не на самом деле Если брать Историю Ну помните У Ахматовой было Да Если бы вы знали Из какого ссора Растут стихи Не ведая стыда Если так То понятно Что любая партия Может стать Общенациональной Любая партия Может завтра Там Становиться И правящей И так далее Теоретически Это все есть Опять же Если мы берем Там опыт большой Да Ну Можно Далеко не ходить Просто вспомнить Опыт И демократов США И республиканцев Помните Фильм Ди Каприо был Банды Нью-Йорка Какая это была Коррупция Какая это была Потом Американцы Немножко научились Начали праймерис проводить И сенаторов Сами избирать Начинали Да То есть очень много То есть Теоретически Любая из них Может развернуться Да Но самое главное Что партия Это машина По завоеванию власти Нравится кому-то Или нет Это машина По завоеванию И удержанию власти Любая партия И дай бог Чтобы они именно Стали такими партиями Не важно Кто сейчас туда придет Как придет Но главное Чтобы это было Именно желание Да То есть За ними Должно быть Энное количество людей Которые платят Партийные взносы Которые голосуют Из года в год И так далее Это часть вот этой Политического ландшафта И культуры Раз А во-вторых Все-таки Если мы берем Уже про действующие партии То мы видим Очевидно У парламентских партий Всегда есть козырев больше Да То есть Им не надо платить взносы То есть Заявлять максимально Большое количество В маслехаты Вот 10 числа Когда закончится Процесс выдвижения Мы увидим Какой потенциал Реальный человеческий потенциал То есть Условно говоря Найти 10 человек Или 15 человек В условном Акаинском районе Или там Козелкугинском районе Атравской области Это проблема Но если ты хочешь Быть большой Общенациональной партией То есть У тебя в каждом районе Должно быть Хотя бы 4-5 человек За которых Ты несешь ответственность И еще сильных лидеров Подвиж Ну желательно То есть Ну фактически Мы говорим Даже так Мы собирались Там обсуждаем Где скажем Аким Наиболее токсичен В каких-то районах И так далее Там Ротан Может и потерпеть поражение То есть физически Из-за Акима Все пойдут И проголосуют За любую другую Альтернативу И в будущем В каком-то районе Может оказаться Что там 60-70% Там Условного Маслехата Да Это представители Другой партии Которые уже будут Диктовать Акиму Да Какие-то вещи И он будет вынужден С этим считаться И главная Особенность момента В том Что сейчас Помимо цены Человеческой жизни Да Цена выросла И у представительных органов И законодательных органов И с каждым годом Она будет расти Окей Хорошо Ну и блок Таких достаточно Быстрых вопросов Уже вот Про многое Проговорили Тоже можно На усмотрение Можно длинно Можно Отвечать Там По Национальным вопросам Очень часто обсуждается Мы казахи Или казахстанцы Мы много раз спорили Мы на эту тему Много раз спорили Да Как бы Я считаю Мы казахи При этом Мы можем быть казахами Разного происхождения Русского Евангельского Апостольского Какого Вот как раз На этом месте Мы с Гульнарой спорили Я как раз стою за позицию Что мы казахстанцы Вот А сейчас Очень многие Стали выступать И говорят Что нет Мы не хотим Чтобы казахами Были все казахи А вот это Удивительно Для меня Удивительно При всем Да Ну Никто не скажет Что я там Не люблю свой народ Но При этом Надо понимать Что мы Достаточно Ксенофобные Этнос Да Вот И Когда Условный Головкин Да Побеждает Он казах Достаточно Ему там Провалиться Где-то И так далее Он перестает Быть казахом И вот К сожалению Мы даже Видим Что очень Продвинутые Даши Да Патриоты Начинают Говорить А вот В этом Угроза Там И так далее Нет Сила же Этноса Сила нации В том Что Любого человека Который владеет Языком Платит налоги Служит в армии И так далее Да Вот Ну я вот Иногда У наших же Казах спрашиваю Условный Там Кореец Условный Там Я не знаю Армянин Который Блестяще Ну Лучше знает Чем ты Казахский язык На пословицах Поговорках Там Все что Там тебе Там Всю твою историю Лучше чем ты Знает При этом Является Исправным Налогоплательщиком Прослужил год В армии И так далее Ты готов его Казаха признать Нет Он же не казах А вот Нам же нужна Такая культура Которая в принципе Во первых Будет интересной То есть Нельзя становиться Кем-то Не дав Такую Какую-то Большую картину И любого Человека Который Имеет Такое Искреннее Желание Быть казахом Вот у нас Ну что далеко ходить У нас есть Довольно известный Интернете И так далее Персонаж Кирилл Павлов Он по-моему Семь или восемь лет Уже с третьим Или четвертым Министром внутренних дел Бодается Запишите меня Казахом Ну слушай Ты хороший парень Ну давай Ты будешь Оставаться Кем-то Чуваш Давай-то Чуваш Оставайся А то нас Обвинят В том Что мы Всех Казахи Записываем Еще что-то Еще что-то И то Что на Недавней Ассамблее Наконец Прозвучало И начинает Вызывать Дискуссии В казахской Прессе И так далее Они тоже Сущные Сны Важные Разговоры Я считаю Ну где-то Есть Понятный Элемент Хайпа Тем не менее Насколько Мы готовы К тому Чтобы Людей Которые Желают Быть казахами Считать Их казахами Это же Кстати Отчасти Это и вопрос Инвест климата И бизнес климата Конечно же Это тоже вопрос Это все В итоге Отношение К этому Насколько Мы являемся Не просто Скажем Гостеприимным Народом Любой народ Гостеприимен А еще и Сервисный И так далее Кто его знает Завтра может быть Станет вопрос Что мы тоже Будем раздавать Гражданство За инвестиции На каком-то этапе Нам нужны будут Кровные инвестиции Давайте Давайте Окей Хорошо Позиция еще раз Понятная Твердо стоишь На позиции Как и раньше Это радует Языковой вопрос Тема по Языковому вопросу По языку Вообще Честно говоря Смотрю В последнее время Накал дискуссии Как-то Отходит уже На второй план Как бы Уже там В принципе Все понимают Он становится Мне кажется Более скажем Структурным Более структурным И опять же Люди Да вот Ну Языковой вопрос Он не только связан Там С чистым виде филологии Да Он связан С функциональностью Он связан С образованием Он связан Вообще С картиной мира И понятно В любой момент Его можно возбудить И так далее Но я считаю Идеально было бы Скажем Во-первых Наш закон О языках Это закон 89-го года Еще Колбинский закон Я все что-то забыл Да Это единственный Со всеми поправками Это единственный закон Который нам достался От Казахской ССР Ничего себе И пролонгированный То есть Соответственно Он должен быть Обновлен Скорее всего Нужен закон О государственном языке Новый закон Закон Именно о госязыке Не языках А госязыке И второе Наверное Есть там Люблянский документ ОБСЕ Другие Большие рамки Которые Обеспечивают На законодательном И так далее Уровне Права Этнических меньшинств Культурных меньшинств Которые хотят Изучать То есть Вот если Как бы У нас же Государство Очень много делает Да У нас есть Этнические школы Мы видим Хотя Я вот разговаривал Там с узбеками Таджиками Они говорят Вот поскольку Там рынок Очень маленький И так далее Мы лучше будем Отдавать в казахские школы С тем Чтобы могли Интегрироваться Да Вот лучше Потому что Если ты хочешь Дальше продолжать Ну Ты всю жизнь Учишься в узбекской школе А потом приходит Время получать Там профессиональное Либо высшее образование Тогда у тебя Кроме Узбекистана Ничего не остается Да Или Таджикские школы У нас На югах Да По крайней мере И здесь тоже есть вопрос И скажем Ну У меня есть там Очень Ну Ты уже прекрасно знаешь Наши старшие товарищи Которые сейчас В Израиле живут Которые говорили На самом деле Вот говорят В Израиле Очень просто Там все детские сады На иврите Дома ты можешь разговаривать На корейском На табасаранском На ангоносанском На идише Ничего хочешь Но детский сад Это Именно вот Первый институт Который Скажем Огосударствляет Да Ребенка Ну Объясняет Основы культуры Делает этот мир А дальше там Понятно Что там Нельзя сказать Что евреи Являются космополитами Не любят свой народ Или свой язык Свою историю Нет Это очень заточенный народ Не знаю Но тем не менее Как бы вот такие вопросы Они есть И их надо тоже Правильно обсуждать И вот Если мы говорим Там за 30 лет Независимости Да Я живу в Алма-Ате В которой была Одна казахская школа А сейчас 150 Ну сейчас в основном Школа на казах Ну да Ну и соответственно 70-80% Первоклашек уже 90% На казахском языке Да И даже в университетах Мы видим Да То есть уже Выросло поколение людей Которые говорят Объясняйте нам на казахском Говорите нам Объясняйте Делайте И так далее И ну есть и международные Большие рейтинги Да Которые Мы же там Априорно там Начинаем говорить Что вот дескать У нас старшее поколение Более образованное Чем молодое Нет Не так оказывается Ну есть вот это Математичные ПИСы Да Вот эти рейтинги Которые Функциональности Да Решение задач Умение логически строить Умение там Знать Какие-то Первоосновы Наук И так далее Это в целом Проседает везде Это тоже вопрос Который завязан Уже на экономику Нам же уже сказали Да То есть мы только На пандемии На этих Дистанционных уроках Мы теряем Миллиарды долларов Уже Еще Вопрос Ну его нельзя Конечно в близ Конечно не совсем Правильно было ставить Вопрос Который Меня вот беспокоит Мы все же находимся Интеллигенция все Постоянно думает По поводу Какая может быть Национальная идея Для всей нашей стороны Такая объединяющая Никогда не думал Что могло бы Всех соединить Всех сшить Как бы Быть цементом Смотрите Тема Которой очень много Дискутируется В силу того Что мы вышли Из совка Любая национальная идея У нас Она уже априорно Немножко дискретирована Она уже Либо становится Давлеющей Как шестой пункт В конституции И так далее Поэтому я считаю Опять же Давайте от обратного Плясать Какая национальная идея У Чехии Допустим Или у Дании Я говорю Нет У нас Есть такая Очень советская Очень русская Очень казахская Такая вещь Что обязательно должна быть Национальная идея Какой-то может быть Еще смысл Да Я считаю Если мы говорим За национальной идеей О чем мечтали Предки Прочие Начиная Саблайхана Раньше И так далее Это все-таки Государственность Страна Независимость Независимость Государство Эффективное государство Которое Изначально Государство Это не про рай А про ад же Не допустить ада С одной стороны А с другой стороны Который создает рамки В рамках которых Все могут себя найти И наверное Наша независимость Наша государственность И есть главная идея И именно Вот эта рамка Она позволяет Всем остальным Быть успешными Создавать бизнес Заниматься скрипкой Быть там Защищать свои права В качестве Инвалида Еще чего-то Еще чего-то Как-то Если вот Вот это мы правильно Как-то объясним Потому что я говорю Это очень советская привычка Вот именно Что должна быть прописана Ну В Америке даже Да Очень сильно дискутируется Ну Хантингтон написал Кто мы Да Целую книжку И так далее Там Гот Помните У него книжка Начинается Идет матч Мексика-США Футбольный А там 70% Американских граждан Стоят с мексиканскими Флагами Ну Поскольку Они там Из Мексики И так далее И больше билетов Купили И так далее И здесь Как бы вот это вопрос Наверное Да И Я почему говорю Что вот Нужна именно Очень сильная Политическая конкуренция Чтобы Завтра Ни у одной власти Ни у одного политика Не было соблазна Спрятаться за государством Повторяюсь Государство Это все мы Все 19 миллионов человек Все взрослые граждане Которые могут принять решение И так далее Ну Я всегда говорил Если какой-то Антиказахский заговор В стране существует То в нем Участвует Все взрослое население Ну За младенцев Говорить не будем Это наша проблема Да И вот это все Как бы расшить Если правильно И понимать Государство Это нечто большое Святое Это наш дом В который мы Всегда можем вернуться Это вот Вся вот эта Наша история Вся культура Которая является общей И наверное Мы можем Про нее там Дискутировать По каким-то частностям И так далее Вот если Мы начинали Разговор с этой Госкомиссией По реабилитации Вот я считаю В нашей стране Не завершилась Гражданская война В нашей стране Не завершилась Вторая мировая война Потому что До сих пор Почти там 100 тысяч человек Непонятно где Похоронены И вот мы говорим Сейчас такую вещь Вот наверное Должна быть Некая там Госструктура Которая найдет Место захоронения Каждого казаха Казахстанца Который сгинул В этой войне Каждого казаха Который Был расстрелян Или умер от голода Где-то в степи Либо где-то там На переходе В другую страну И тогда Ну есть же такой принцип Да У казахов говорят Война не закончилась Пока не похоронен Ее последний солдат Вот мне нравятся Два кейса Вот буквально Год или полтора назад В Израиле Нашли женщину Нашли женщину Солдата Ну они все же воюют Которую не могли найти Вот именно В жертвах Вот этой войны Да там Какой-то 67-го года Война судного дня По-моему Да 67-го года И именно Ее не нашли И когда Ее нашли Через родственников Идентифицировали По молекулам По всем Они официально Сказали Ее похоронили Торжественно Сказали Вот эта война Закончилась И вторая Мне нравится Это польский кейс Вот в Южном Казахстане В Манкенте Нашли Захоронение И нашли Доказали Что это Три польских Сыльных И приехал Соответственно Специальный Представитель Правительства У него Такой чемоданчик Где есть Специальный камень Где написано Там Польский народ Вас никогда не забудет Пришел посол Пришел консул Пришел ксенс Они там Журналисты местные Торжественно Поставили Это памятник И Одну Плохую историю Закрыли Вот нам нужно С 20 веком Так же проститься То есть мы должны Поделиться Сколько у нас тут В 90-е Больше все-таки В эти политические суды Ушли мы И ушли В реабилитацию Вот этих Сыльных народов А между тем Огромное количество людей От голода умерло Еще что-то Да Нам тогда надо Разбираться по парте Аллаш Да-да-да По всем Лучший способ Вообще Лучший способ Забыть какую-то травму Это написать роман И снять фильм Поставить памятник И Вот это мы закроем По крайней мере Мы по этим вещам Не должны спорить У нас Есть о чем спорить Какую модель Экономическую Социальную Выбирать Сколько у нас Должны быть налоги Большие Маленькие Нужен ли налог На богатых И так далее Вот об этом Мне кажется Более надо Спорить А не там делиться Мы за кем За партию Аллаш Или за комсомольцев Еще что-то Это уже вопрос Все-таки истории И историю надо отдать Самой истории Предоставить Нам нужны Хорошие учебники Хорошие Качественные Правильные подходы Именно в политические Идейные Идеологические Хотя это слово Тоже дискретированное И вот Нормально будет страна И будем дальше двигаться Ну вот Я вот точно забыл Там Ну вот У финнов Да Есть такая Ну как Сейчас же очень много Такой литературы Да Как Сьюги Там Еще что-то Да Там У них есть Калерискини Что-ли такое Ну условно говоря Это финн Который в лютый холод Стоит там С чашкой пива Или там С горячим кофе В трусах Около окна И смотрит Как там на улице Там жизнь идет Холодно А он дома Ему кайфно Да Вот ощущение Вот этого уюта Нам не хватает Вот Я считаю Вот знаете Если мы говорим За казахские идеи Ну я вот считаю Единственное Что казахов всех объединяет Это согом Все там собираются Здесь что-то булькает В казане Все довольны Посмотрели Сколько пальцев Там жир Все довольны Обнимаются Вот что-то на этом уровне Дня благодарения Согом Если мы как-то Вот так вот Что-то придумаем Ну и плюс Наши мощные Все-таки социальные связи Это что нас отличает Независимое государство Которое создает Хорошее настроение И чувство справедливости Защищенности для всех Это идеальный государство Это идеальный государство Надеюсь еще раз встретиться Но уже после 10 января И проговорить Может быть За будущее Еще дальше Буду очень рад И тем более Что вопросов К политологам Действительно Сейчас очень-очень много Может быть В следующий раз Мы будем совсем заранее Предупреждать о встречах Для того чтобы Оставляли вопросы Уже от аудитории Более активно Аудитория участвовала В составе вопросов Большое спасибо За содержательную Интересную беседу Я хочу попрощаться С нашими зрителями До новых встреч Всего хорошего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Игорь Негода